Всем привет! У меня сегодня новое видео. Хочу вам показать свои покупки от HAL Beauty и подарок, который мне пришел за эти покупки. В этот раз, четвертый раз за год, подарок был опять, как и прошлые два раза, сконценирован больше на именно уходовой косметике, а не на декоративной. Я заметила, что с каждым разом продуктов становится все больше, но полный размерок все меньше. Не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, это плохо, потому что хотелось быть больше полноразмерных, с другой стороны, вы можете попробовать большее количество продуктов. Опять же, в этот раз нужно было купить на 180 фунтов стерлингов, и имейл присылался уже за два дня до официального старта выдачи этих подарков. Мне пришел имейл с тем, что если я закажу что-то на сайте на 180 фунтов, я могу ввести этот код и получить подарок уже заранее. Я попробовала, у меня ничего не получилось. Пять раз у меня ничего не получалось. Сначала мне писалось, что код неправильный, потом мне писалось, что код недоступен, потом, что кода такого вообще нет. Я написала в поддержку Калк Бьюти, мне никто не ответил. Я на это все дело плюнула и заказала этот подарок с этой покупкой, уже когда началась официальная продажа. Итак, что же у нас здесь есть? Первая вещь, которую они могли бы и не ложить, могли бы лучше положить, может быть, какую-нибудь мини-версию какого-то интересного бестселлера. Вот такая вот косметичка из неопрена, довольно большая. Как косметичку я ее использовать не буду, а я ее буду использовать как пакет для купальников, потому что оно не пропускает воду. Сам весь подарок этот вам пришел вот в такой вот огромной штуке. Очень хороший мешок, хорошего качества мешок. Итак, здесь у меня микс, я буду вытаскивать то, что купила и то, что подарок. В общем, буду просто говорить. Первая вещь, что я купила, давно ее хотела, давно о ней было наслышано, интересно мне было. В общем, вот такая вот штучка от Charlotte Tilbury. Это рождественская версия их бестселлера, двушка для лица. Это хайлайтер и румяна. Нет? Хайлайтер и бронзер. Хайлайтер и бронзер. И здесь еще есть вот такая вот кисточка, тоже там со звездочками, в общем, такая вот, знаете, типа рождество. Здесь написано mini powder and sculpt. В общем, вот. Сама эта штука выглядит вот так. Очень красиво, скажете, вы действительно красиво, это кристаллы Сваровские. Я немножечко была удивлена тем, что я знаю, сколько стоят кристаллы Сваровские. Я очень люблю их бижутерию за то, что она супер блестит. Кстати, сейчас на мне тоже их прислёт. Я немножко не ожидала, что вот они просто возьмут и наклеят наклейку. Вот. Это просто наклейка, которая наклеена на обычную их упаковку. То есть здесь вы не увидите 100%, но я вижу, потому что я ближе. Если присмотреться к углам, то здесь явно видно, что под ним просто их обычная классическая упаковочка, золото-бордовое. Вот. И просто они сделали такую нахлобучку. Опять же, я понимаю, что они не могли сделать что-то как-то уж слишком по-другому, но просто когда за упаковку, которая говорит, что это супер-дупер упаковка, супер-дупер класс, локшери, 12 фунтов стерлингов больше она стоит, чем их обычная упаковка, я не ожидаю наклейку, я ожидаю что-то более интересного, что-то более... Не дорого-богато, но просто немного больше, что... Что они немного больше заморочили с упаковкой, понимаете? Они просто нахлобучку сделали, и вот эту вот кисточку, которая, ну, я не знаю, в Китае стоит её сделать, там, 30 центов, это максимум. Ну, в общем, короче. Самое главное, это продукт. Продукт мне нравится. Как видите, продукты я ещё не пробовала, я его не тестила, и я хотела его просто показать вам в первозданном виде. У меня этот цвет Miriam Light, то есть он средний и светлый. Мне очень нравится всё. Мне очень нравится хайлайтер, он такой, знаете, прям вот нежный, неяркий. И мне очень нравится бронзер тем, что он в меру тёплый, но также он и холодный. То есть это не будет такой, знаете, оранжевый Умпа-Лумпа. Если вы не знаете, кто такой Умпа-Лумпа, загуглите. Это такой чувак с оранжевым лицом. Дальше. Что я ещё купила? Я купила вот такое вот масло Юно, Джуно. Юно или Джуно, не знаю, как правильно. Сан-Де-Али, здесь 15 мл. И выглядит это вот так. Давно хотела купить это масло, попробовать, что оно себе представляет. В общем, попробовала. Точнее, не попробовала, попробую. Ой, наконец-то я его вытащила. Вот. Красивая очень бутылка, кстати. Попробую скажу. Меня удивило то, что на сайте это масло, если не ошибаюсь, стоит 27 фунтов стерлингов. На сайте Сифара оно стоит 38 евро. Ощутимее. Дороже. Я была удивлена. Здесь, опять же, повторюсь, у меня здесь микс. Поэтому вот, например, мне попалась в руки сейчас свечка подарочная. Ой. И из неё ещё и кусок воска вылетел. Прямо мне на волосы. До свидания, воск. Вот такая вот штучка от Joe Loves. И это Lock Fires. Lock это брёвна, дрова. В общем, и здесь действительно ощущение такое, что вы палите какие-то дрова, брёвна в камине. И плюс ко всему, вот над этим камином у вас ещё висит, как бы это сказать, так... В общем, какой-то кусок мяса, который коптится. Вот. Вот такой копчёнка. Свечка с запахом копчёнки. Вот такая вот штучка мне пришла в подарок. Это Huda Beauty Ruby Obsessions. К сожалению, мне пришла эта палеточка немножечко подбитая. Я её там пальцем как смогла зафигачила. У меня такая уже плетка есть, кстати говоря. Естественно, когда приходит подбитое что-то из подарков, ну, жаловаться и пробовать поменять нет смысла. Потому что и так это, ну, фактически халявный продукт. Поэтому, ну, к сожалению, вот немножечко он у меня контуженный. Сама плетка очень красивая, очень хорошая. Ну, и, опять же, для любителей красных оттенков это супер. Ещё мне пришёл купон на 15 фунтов стерлингов на скидку на сайте. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. Я ещё свой не использовала. Я всё думаю, что бы мне взять. Вот такая вот штучка от Ordinary. И это пилинг. Их пилинг, один из их бестселлеров, на самом деле. У меня есть этот пилинг уже давненько он у меня. Я его люблю, он мне нравится. Я немножечко не люблю с ним связываться, потому что он такого яркого красного цвета. И когда на вас этот пилинг, ощущение такое, что, вы знаете, кожу собрали. Я понимаю, что 10 минут этот пилинг максимум нужно держать, потом ему нужно просто умыться и всё будет круто. Но вот эти 10 минут к зеркалу лучше не подходить. Ощущение это не из красивых, не из приятных. То есть можно в ужасниках сниматься, вот просто намазаться вот этим и супер. Сразу примут без красного даже. Вот такая вот штучка. Вы, наверное, нихрена здесь не увидите, потому что очень отсвечивает. Это оморовица и это их спрей. Это вот о том, о чём я говорила раньше. Раньше, например, вот такой спрей мне дали в каком-то бэге от них же полноразмерную версию. Сейчас же мне дали... Боже, я даже не могу увидеть, сколько здесь миллилитров. 30 миллилитров. Потому что здесь написано белым на серебре. То есть вообще, ну как бы, я понимаю, что я хреново вижу. Ну не настолько я хреново вижу, но здесь вообще. Вот. Классная, кстати, бутылка такая. Тяжёлая, красивая, гламурненькая бутылочка. Вот, наконец-то, я вижу то, что я купила. Шаллот Тилбери. Я решила попробовать дать шанс помадам от Шаллот Тилбери. Я слышала, наслышана, что они там самые лучшие, самые крутые. Даём шанс. И я взяла для того, чтобы попробовать всё, что я хотела, вот такой вот набор, который у меня ни хрена не складывается, поэтому я вам просто покажу его и выброшу. Мини Хотлипс Чармс. То есть здесь помадки. Три штучки по 1,3 грамма. До свидания. Вот так они закручены, эти помадки. 1,3 грамма. Это на самом деле не так мало. Например, в помадках, которые у MAC маленькие, там 1,7 грамма. У Kat Von D в мини всегда по 1 грамму. Здесь 1,3 грамма. Но они действительно такие маленькие-маленькие, что если вы хотели, например, вот заказать такой набор и, например, трем подружкам подарить каждой по помадке, ну, скажем, я не очень люблю это слово, но смотрится немножечко оно так дешёвненько. Итак, это у меня JK Magic. Интересный цвет, хороший цвет, мне нравится. Как видите, тоже ничего ещё из этого не пробовала. Закрываются они хорошо, нужно сказать. Это у меня Viva La Vergara. Не очень люблю такой красный цвет, но, в общем, что здесь есть. К сожалению, было бы круто, если бы она сделала, например, целую серию вот таких вот мелких, и можно было бы свой сет самому сляпать. И последнее у меня Amazing Amal. Это вот очень красивый цвет. Этот цвет мне нравится больше. Сами помадки, если для вас это важно, но они из такого пластика. Но, ну, так, в принципе, они неплохо смотрятся, но, конечно, на подарок, чисто если вы думали, как очень многие вещи, очень многие сеты можно разделить и подарить просто подружкам, то с этим сетом, ну, как-то не очень, наверное, пройдёт такое. Oski Liquid Mask. Это какая-то маска, жидкая маска, хер знает, что такое. Не пробовала, не открывала, как видите. Сейчас откроем с вами. Я даже не знаю, что это за маска, что она делает. Её нужно смывать, если у вас очень чувствительная кожа. Если кожа нечувствительная, смывать её не нужно. Её можно оставить на ночь. Вот так это выглядит. Liquid Mask. 10% молочная кислота. О, это круто. Я люблю молочную кислоту. 2-3 раза в неделю, ночью, перед тем, как спать. Круто. Сама бутылка, кстати, тоже красивая, интересная. Вот очередная штучка. Мне кажется, они просто избавляются от стока. Это Becca Under Eye Brightening Concealer. Нет, это Brightening Corrector. Light to Medium. То есть это светлый к среднему оттенку. Короче, корректор Becca, которого я точно помню, что они его уже запихивали. Я не могу его вытащить, люди, поверьте мне, это просто корректор Becca, который, к сожалению, мне он не нравится. Он очень такой, как будто бы цемент, мажете в подглазке. Pixi. Полноразмерный тоник Retinol. Вот. Я не являюсь огромной поклонницей ретиноловых тоников. Ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, я просто пробовала не те тоники. С Pixi тониками тоже. Они не плохие, но есть лучше. Кстати, забыла абсолютно вам сказать, что еще был положен вот такой вот буклет, журнальчик, где вы можете посмотреть на всякие там тренды, всякие там трендовые вещи, новости. Почитать. Чти вас здесь мало, но кое-что есть. Вот эта штучка. Очень интересно мне ее было попробовать. Хорошо, что ее положили. Это Sly Makeup Melting Butter Cleanser. Drunk Elephant. Drunk Elephant и их, один из их бестселлеров. Мне кажется, все, что делает Drunk Elephant, становится бестселлером так или иначе. Вот это вот их хрень для снятия макияжа. Посмотрю. Я не особый любитель вот такого плана снятия макияжа. Я люблю жидкие версии. Ну, попробую, потому что, признаюсь, я даже как-то хотела купить вот эту штуку. Вот. Это то, что я купила. Nars Studio 54. И у меня это в оттенке... Оттенке... В каком это у меня оттенке? По-моему, оргазм. Да. Классическая их штука. Это я купила. И вот я купила, в принципе, это из-за вот этой штуки, потому что у меня очень хотелось попробовать. Это их Afterglow Lip Palm. Короче, бальзам для губ. Здесь его 1,1 грамм. Для сравнения. 1,3 грамма и 1,1. Да. Вот что значит упаковка. И сам бальзамчик выглядит, ну, неплохо, неплохо. Симпатично. Далее. Давайте начнем уже показывать то, что купила. Хотя нет. Morphe. В подарок пришел Morphe. Morphe я не особо жалую. Я пробовала их тени. У меня были пары кисточек. Кисточек тени не понравились, потому что они какие-то вонючие все. Кисточки. Ну, кисточки нормальные, но у Заева мне нравятся больше. Хайлайтер. Как вы можете понять. Вообще косметику Morphe я не пробовала. Вот ничего кроме... Ничего кроме теней, да. Не пробовала. Хайлайтер. Хайлайтер, конечно, мне нужно сказать, они не пожалели. Здесь 8 грамм. И он называется High Impact и оттенок Spark. Оттенок ничего, такой песочный, светлый песочный оттеночек. Симпатичный оттенок. Но, опять же, небольшая любительница Morphe как такового бренда, поэтому... Вот эти вещи я хотела купить, и я, наконец-то, их все 3 застала и купила. Потому что иногда было очень сложно застать все 3 вещи в наличии. Сейчас еще третью найду. Где-то она здесь у меня валяется. Хрен знает где. Вот она. Это вот такие вот наборчики от Наташи Динона. Кстати, вот этот, который я конкретно сейчас открываю, он у меня есть. Мне он очень нравится. Я его использую как на лицо, так и на глаза. Супер штука. Вот эта штука у меня есть. Это румяна, очень-очень красивая. Розовая с золотым переливом. А это очень-очень яркая такая прессованная блестящая пудра. Очень классная вещь. Вторая вещь это Bronze and Glow. Как можно понять, это бронзирующее дуо. Очень красивая тоже. И здесь бронз. Но он очень-очень-очень темный. Он очень темный просто. Так что вот эта вещь абсолютно не для меня. Потому что он... Если бы он был просто темный. Но он еще и очень оранжевый. Такой, знаете... Тыквочка. Прям тыквочка. А вот эта вещь очень интересная. И она очень подходит мне по цветам. Это Blush and Glow. Здесь у нас хайлайтер и румяна. Немного здесь продукта. Но я вас уверяю. У меня вот эта вот вещь, которую я вам показывала. Вот эта вот штучка. Она у меня уже, наверное, год. Я очень часто ей пользуюсь. Как тенями, так и в качестве румян. Даже еще выемки нет. Здесь, если я не ошибаюсь, 4 грамма. Да, здесь 4 грамма. К сожалению, я не вижу, 4 грамма ли здесь в общем. Да, скорее всего, 4 грамма в общем. То есть 2,2. Кажется, что мало. Но действительно довольно хватит. Очередная Too Faced их тушь. У меня такая есть в полном размере. И таких вот мелких тоже было очень много. Рен Ever Calm. Это дневной крем от Рен. Я Рен пробовала довольно много всего. Но как-то этот бренд мимо меня проходил. Потому что у меня о нем никаких нет негативных впечатлений. Но и позитива такого, что Рен, такого тоже нет. Полный размерный продукт от Charlotte Tilbury. Это Matte Contour Liquid Lipstick. Это жидкая матовая помада, которая называется Голливудские губы. И у меня это оттенок Charlotte Darling. Charlotte Tilbury всех называют Darling. Дорогая. То есть вот цвет, собственно, так и назван. Дорогуша. Дорогая. Попробую. Не пробовала. Еще, как видел. И еще здесь несколько продуктов, которые спешу вызволить. Milk Hydra Grip Primer. Праймер от Milk. Никаких впечатлений он у меня не вызвал. Никакого увлажнения. Ничего такого, знаете. Мне вообще кажется, что бренд Milk, он немножко переоценен. Вот такая вот штучка маска для под глаза. SubZero. Это бренд. Я не знаю, как его читать. 1-11 или 1-1-1 Skin. Не знаю, как его читается. Но вот эти патчи для глаз. Это хорошая вещь. Я их люблю. Я их пользую. Вот такая вот полноразмерная вещь от... Как ты называешься? Newstix. 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 Такая штучка. Это для глаз. Magnetic Luminous Eye Color. Вот. У меня есть. По-моему, даже такого же цвета он мне нравится. Единственное, точить их нужно. Могли бы уже сделать, знаете, которые выкручивающиеся. Выкручивающиеся. Вот. Еще несколько продуктов, и мы закончили. Jasmine Herbivore. Это, в общем, масло для тела. Очень интересно было попробовать эту марку. Наконец-то что-то смогу пробовать. 30 мл. Я думаю, что ненадолго мне хватит. Но сама патоличка очень красивая. Тем более, что с жасминовым маслом, это всегда супер. Emma Hardy Moringa Light Cleansing Gel. Это, короче, гель с морингой. У меня в моринге есть вот это вот масло, которое снимает макияж. Я не любитель таких масел. Оно такое в банке, твердое. Но оно было неплохое. По крайней мере, оно мне не залипало глаза. У меня глаза не были покрыты пленкой после него. Вот. Попробуем. Еще одна вещь это Caudalie Winna Perfect. Это просто серум от Caudalie. 10 раз я его уже пробовала. 10 раз он у меня уже был. Хорошая вещь. Хорошая. Но ожидала, что положишь, что более интересное. Потому что, все-таки, Caudalie его можно купить везде. Marine & Goids. Это у нас дезодорант. Люди, серьезно. Какой-то эвкалиптовый дезик. Вот так вот он выглядит. Твердый эвкалиптовый дезик. Он очень сильный. Запах очень сильный. Поэтому не знаю, буду ли я им пользоваться. Не знаю. Agustinus Bader. Крем. Какой-то жирный крем. Rich cream. Жирный, тугой. Какой-то, знаете, не знаю. Аж стрёмно. Вот так он выглядит. Что-то, знаете, по ощущению, не жирный. Никакой там он не рич по ощущениям. По ощущениям просто... Ну да, рич. Запах не очень приятный. Но это для очень сухой кожи. Но прям вот на зиму, когда очень много, не знаю, снег, ветер, что там у кого есть, где вы живете. Это когда прям вот обветривается кожа. Отлично будет. И последняя вещь. Это вот такая вот zit-втика. Это патч, который нужно на прыщик, я так понимаю, нанести, наклеить. И, в общем, будет вам счастье. Тут даже непонятно, сколько их штук. Наверное, одна штука. Вот. Это и всё, что у меня было в подарке и в покупках. Я очень довольна покупками. Я довольна тем, что за покупки мне ещё дали подарок. Потому что покупки, на самом деле, я их все хотела. Вот все без исключения. Если подводить итог, единственная вещь, чем я разочарована, не то, что я разочарована, потому что это вещь, я не думала, по крайней мере, на сводчах не было видно, что настолько оранжево-коричневая вот эта вот херня. Она для меня не... Я не могу её использовать. Я никогда не загораю. И я уж тем более, когда я загораю, я не становлюсь оранжевого цвета. Всё остальное, более-менее, да, мне всё нравится. Немножечко вот эта вот наклейка шага у Тилбери. Немножко, так, знаете, ну... Не ожидала я от них такого шага нестильного. Не стильно, конечно. Ну, а так всё. Всё классно. Я рада всему. Всё буду пробовать. И по мере того, как я буду пробовать, буду вам всё рассказывать. И на этом всё. Всем отличного дня, хорошего настроения. Пока.